В Десногорске поток пациентов на компьютерную томографию увеличился из-за пандемии в несколько раз. Наша съемочная группа выяснила, как проводятся обследования и кому стоит его проходить. Компьютерная томография в Десногорске стала возможной благодаря содействию и финансовой поддержке Росатома. Острая необходимость такого способа диагностики определилась в 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Чтобы провести рентгенологическое обследование легких, пациентам приходилось ехать в другой город, Рославль, и сталкиваться с двойной нагрузкой в очередях. Поскольку у нас в медсанчасти в городе компьютерного томографа нет и не было никогда, приоритетом для нас, конечно, была закупка компьютерного томографа. Это решение было принято. Оно было во второй половине прошлого года согласовано всеми сторонами и состоялось закупка силами Смоленской атомной станции этого оборудования. Кабинет, отвезенный под новое оборудование, пришлось изрядно переделать. Современный аппарат потребовал дополнительного технического оснащения. Чтобы довести помещение до соответствующих критериев, ушло несколько месяцев. Установка и монтажные работы продолжались всю зиму и закончились в конце апреля этого года. Помещение было подготовлено, отремонтировано, проведена новая электропроводка, выполнен комплекс работ по защите этого оборудования от перепадов напряжения. Кроме того, было установлено охладительное оборудование, достаточно мощные кондиционеры, чтобы он мог функционировать и не перегреваться. Новое оборудование потребовало не только обновленного помещения, но и дополнительной подготовки от врачей. Специально для работы с томографом на базе Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна прошел переквалификацию врач-рентгенолог и три рентгенолаборанта. Присутствие врача позволяет описывать снимки прямо на месте и составлять заключение в день процедуры. С 15 мая аппарат ввели в эксплуатацию, и сейчас им обследовано уже более 160 человек. Сейчас это оборудование приоритетно работает именно на больных с новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, возникает ряд острых состояний, которые требуют выполнения исследований на компьютерном томографе. Это травмы и в том числе черепно-мозговые травмы позволяют нам исключить тяжелые повреждения, в том числе головного мозга. Пока обследование на КТ можно пройти только по направлению врача. За день здесь принимают до 20 человек. Пока это максимум, но далеко не предел. Часы приема пациентов с ковидом и с травмами строго разграничены. Запись ведется после согласования с лечащим врачом, что позволяет избежать скопления очереди у входа в кабинет.